День памяти это не повод для празднования. В 1983 году, когда День памяти умерших от ВИЧ-спида был впервые организован, никто не мог предсказать масштабы столь глобальной эпидемии. Тогда, десятилетия назад, люди не знали пути передачи ВИЧ-инфекции, а потому болезнь считалась фатальным приговором. Сегодня мы знаем, что благодаря появившимся возможностям антиретровирусной терапии с ВИЧ можно сохранить качество жизни при условии соблюдения рекомендаций врачей и правил безопасного поведения. Заболеваемость ВИЧ-инфекции это болезнь поведения, поэтому самая главная задача это проводить профилактику недопущения заболевания в плане соблюдения здорового образа жизни, супружеская верность, морально-психологическое, морально-нравственное поведение, отказ от наркотиков. В этом году девиз Международного дня памяти жертв СПИДа «Остановим СПИД вместе». Этот слоган обоснован. Число болеющих чумой 20 века только в Беларуси достигло 23 тысяч человек. Кроме того, статистика неуклонно растет. Ежегодно в стране выявляется более 2000 новых случаев. У нас в Брестской области в целом зарегистрировано 1772 случая ВИЧ-инфекции. Из них 20 детей с этим заболеванием. За истекший период этого года у нас выявлено 59 случаев ВИЧ-инфекции по области. Превалирует половой путь передачи ВИЧ. Среди заболевших из каждых 10 человек 7 мужчин. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных в Брестской области зарегистрировано в Пинске. Брест на втором месте, далее Барановичи и Лунинецкий район. Мы говорим, чтобы люди правильно ввели свой образ. Супружеская верность, семейные узы должны быть на первом плане. А не какая-то беспорядочная половая связь приводит к заражению ВИЧ-инфекцией. Задача Всемирной Организации Здравоохранения ставится 90-90-90, то есть чтобы к 2020 году у нас 90% людей было протестировано на ВИЧ-инфекцию. В ходе акции состоялись выступления специалистов, артистов, посла о доброй воле, викторина, выставка плакатов и рисунков, а также добровольный экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Город над Бугом присоединился к Международному дню памяти жертв СПИДа масштабно и насыщенно. Никто не застрахован от заражения СПИДа. Важно застраховать себя от этой болезни. Понятно, что проблема ВИЧ-СПИДа сегодня не столько медицинская, сколько социальная. Специалисты называют пандемию болезнью поведения и утверждают, касается это даже тех, кого не касается. А потому сегодня мы говорим «стоп», СПИД, бояться не нужно, нужно знать.